В новом варианте Конституции существует 69-я статья о поддержке соотечественников. Она обеспечивает их права, в том числе и в праве на сохранение общероссийской культурной идентичности. Но вот те люди, которые переезжают сюда в Россию, или которые здесь уже находятся и проживают более-менее постоянно, они сталкиваются, к сожалению, с некоторыми отрицательными явлениями на местах. Например, медицинские страховые организации фактически игнорируют ваш указ номер 274 о продлении регистрации до 15 сентября. Они отказываются продлевать медицинские полисы до этой даты, и, соответственно, в связи с этим люди не могут получить медицинского обеспечения. Есть еще проблема с тем, что часть людей, которые претендуют на упрощенное или просто получение российского гражданства, сталкиваются с посредниками, которые вынуждают их покупать коммерческие услуги. Российское государство в вашем лице, в лице нашего парламента, Государственной Думы, приняло закон, который вступит в силу в конце июля об упрощенном получении гражданства. Люди освобождаются от пошлины, от множества бюрократических процедур, но, тем не менее, они сталкиваются вот с этими посредниками в лице федеральных государственных унитарных предприятий паспортно-визовых сервисов МВД, они так называются, которые требуют от них 8 тысяч рублей за оформление документов. В данной ситуации бесплатно оформить получение гражданства, им становится все сложнее и сложнее. По действующему законодательству претендовать на помощь в оформлении документов могут некоммерческие и неправительственные организации, но среди таковых существует только одна – это организация «Право и миграция», которая, к тому же, является иностранным агентом. То есть здесь люди сталкиваются, к сожалению, с тем, что то упрощение и та помощь, которую им оказывает наше государство, оно нивелируется рядом посредников, которые фактически принуждают их в покупке коммерческих услуг. Вот скажите, пожалуйста, как с этим бороться, потому что люди очень надеются на вас, на нашу страну, и они очень хотят здесь жить, увязывать свое будущее с нашей страной. Они хотят быть россиянами, они хотят быть русскими. Но вот у многих из них, например, даже сумма 8 тысяч рублей в регионах, она, в общем-то, для них является не то чтобы неподъемной, но очень-очень значимой. Тем более, что они надеялись на то, что мы окажем им помощь в рамках тем более тех законов, которые уже приняты и вступят в силу в конце июля. По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан. Не только нуждается, и мы будем дальше работать на повышение рождаемости внутри стран, но мы нуждаемся также в привлечении граждан из-за границы, людей из-за границы. Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителе русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова. Это абсолютно обязательная вещь для нас, имея в виду и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией. Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем. Поэтому я, во-первых, говорю вам, и думаю, что, надеюсь, что я еще раз говорю об этом, теперь, поскольку это будет все-таки наша встреча, транслироваться средствами массовой информации, хочу, чтобы это услышали все коллеги на местах. Это не вкусовая, это должна быть государственная политика. Россия заинтересована в притоке мигрантов. Но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Понимаете? Я уже не говорю сейчас о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили. Но в целом, если говорить о перспективах, это, может быть, молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующую профессию. В некоторых странах такая работа поставлена на очень высокий, солидный, почти не только государственный, я бы сказал, на научный уровень. И нам нужно это сделать. Вот те ограничения, о которых вы сказали, на мой взгляд, являются вредными, и, безусловно, от этого надо избавляться. Я много раз уже на этот счет давал всякие поручения. Правда, есть и определенные вещи, которые мы не можем, но и должны учитывать. Это, конечно, мы должны смотреть и на рынок труда в определенном регионе, в определенном месте. Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома, чтобы у нас не было проблем с получением образовательных услуг, либо с учреждениями здравоохранения, с их переполненностью и так далее. Это все непростые вопросы, но ими, безусловно, нужно заниматься. И мы, разумеется, будем это делать. Мне бы очень хотелось, чтобы мы делали это вместе, в том числе и с такими заинтересованными людьми, организациями, которые вы представляете. Но что касается конкретных вещей, поборов, уплат и так далее, это, конечно, то, что мы можем сделать достаточно быстро. Хорошо, что вы об этом сказали. Там коллеги из администрации и из правительства меня слышат. Мы над этим еще поработаем самое быстрое. Спасибо.